Программа выходит при поддержке сети АЗС Движения. ТРАССА 101 Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии начальника отдела ГИБДД по городу Кирову, Михаила Рябова. Михаил Александрович, добрый день. Здравствуйте. В предыдущий раз мы с вами встречались в феврале этого года, говорили в том числе о дорожной ситуации на тот момент. Но уже наступила весна, практически уже конец весны, появились факторы, которые, в общем-то, должны положительным образом сказываться на дорожной безопасности в областном центре. И световой день увеличился, и дороги, проезжие часть освободились от снега и от льда. Но, с другой стороны, конечно, надо понимать, что теплое время года – это и традиционно большая скорость транспортных средств, большее количество пешеходов на улицах города. Давайте вот сейчас обсудим ту дорожную обстановку, которую ГИБДД фиксирует к этому времени. К сожалению, если сравнивать показатели 2021 года с показателями прошедшего периода текущего года, можно сказать, что похвастаться нечем. Дорожно-транспортная ситуация стала хуже в сравнении с тем, что было год назад. Все основные показатели аварийности в текущем году выше аналогичных прошлого года. Это и общего количества дорожно-транспортных происшествий, касается которых в абсолютных цифрах стало на 10 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество раненых возросло уже на 20 человек. Но особенно, конечно, нас беспокоит и заставляет задуматься и принимать соответствующие меры реагирования. Такие два показателя, как детский дорожно-транспортный травматизм, число пострадавших детей увеличилось с 22 до 29. И особенно тревожная ситуация с точки зрения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Количество погибших в текущем году возросло с 2 до 8. То есть в 4 раза больше людей мы потеряли в результате дорожно-транспортных происшествий. С чем связываете рост этих показателей? Что такого произошло? Что цифры увеличились? Ну, здесь следует отметить, что за историю статистики дорожно-транспортной ситуации на территории областного центра показатели 2021 года были рекордными с точки зрения количества погибших, количество дорожно-транспортных происшествий. В общем, все основные показатели аварийности у нас были минимальными. И, конечно же, на фоне вот такого, если можно так сказать, рекордного года, мы вернулись на те позиции, фактически, которые были до 2021 года. И в среднем показатели у нас по среднестатистическим, так скажем, меркам вернулись на свои позиции. Но, безусловно, конечно, мы анализируем причины дорожно-транспортных происшествий, выясняем, почему так происходит, и пытаемся принимать какие-то адекватные меры реагирования. Если анализировать по видам дорожно-транспортных происшествий, то, наверное, традиционно, и этот год не исключение, наибольшую тревогу вызывают такой вид дорожно-транспортных происшествий, как наезд на пешехода. То есть в текущем году 73 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли либо пострадали люди. Это как раз 3 человека у нас погибло, 77 получили травмы различной степени тяжести, и из них 17 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Это мы сейчас говорим о статистике участия пешеходов в дорожно-транспортных происшествиях. При этом следует отметить, что вина пешеходов усматриваться из этого количества в 27 дорожно-транспортных происшествиях, 2 человека погибло, 26 получили травмы, в том числе 6 несовершеннолетних. Кроме наездов на пешеходов, по-прежнему в лидерах остаются столкновения транспортных средств. Это 86 дорожно-транспортных происшествий, 3 погибло, 128 человек получили травмы. Также чуть в меньшей степени это наезды на препятствия и наезды на велосипедистов. Вот эти дорожно-транспортные происшествия, так скажем, они традиционно являются наиболее распространенными, и в этом году просто их количество несколько возросло в сравнении с прошлым годом. И это еще только начинается теплый сезон, да? Ну да, если говорить о таком виде, как наезды на велосипедистов, то, конечно, это наиболее актуально с началом теплого времени года, и традиционно всплеск таких дорожно-транспортных происшествий приходится на летний период. Анализируя, почему, собственно, происходит дорожно-транспортное происшествие, мы выделяем основные причины, основные нарушения требований безопасности на дороге, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. И статистика следующая. Наиболее часто дорожно-транспортные происшествия в нашем городе происходят из-за несоблюдения очередности проезда. То есть 45 дорожно-транспортных происшествий произошли, в основном это пересечения проезжих частей, перекрестки, да, где происходят ДТП с наиболее тяжелыми последствиями. Перекрестки нерегулируемые, надо понимать, да? И регулируемые, в том числе нерегулируемые, да, потому что вот те мероприятия, которые мы совместно с владельцем уличной дорожной сети проводим по повышению уровня безопасности на перекрестках, то есть это установка дополнительных секций светофоров, задержка сигналов светофорного объекта, ну и некоторые иные мероприятия, в том числе установка комплексов автоматической фиксации, они приводят все-таки в каких-то случаях к сокращению дорожно-транспортных происшествий, в каких-то случаях к сокращению тяжести последствий. Но, безусловно, учитывая масштабы города и протяженность уличной дорожной сети, работа эта еще, можно сказать, в самом начале, предстоит сделать очень многое, и в том числе в части обустройства перекрестков с системами регулирования, там, где уже назрела такая необходимость. Ну, допустим, в качестве... То есть установка впервые, да, светофорных объектов? Да, установка светофорных объектов, ну, в качестве таких наглядных примеров, где в ближайшее время планируется введение светофорного регулирования, это пересечение улиц Воровского и Володарского, там, где у нас... Трагичная история была. Да, была трагичная история, и там достаточно часто происходят как наезды на пешеходов, так и столкновения транспортных средств, ввиду того, что это одна из крупнейших транспортных артерий города Кирова. Также в качестве примера можно привести перекресток улиц Милицейской Свободы, это район центрального рынка, где очень высокая интенсивность движения, в том числе пешеходов и в том числе детей, потому что там достаточно большое количество детских образовательных организаций. Поэтому мы надеемся, что в текущем году на этих участках и на некоторых других появятся новые светофорные объекты, которые позволят нам ситуацию изменить в лучшую сторону. Это решение принималось, мы говорили об этом совместно с администрацией, в обсуждении с муниципалитетом. Да, безусловно, то есть все решения, они основываются как раз на анализе, с одной стороны, аварийности, с другой стороны, интенсивности транспортных и пешеходных потоков, то есть вот эти два основные показателя учитываются, но плюс еще, безусловно, учитывается общественное мнение, и в совокупности изучаются возможности обустройства тех или иных технических средств, организации дорожного движения. Вот это что касается перекрестков. Кроме того, такой вид, как наезд на пешеходов, он в основном вызван либо нарушениями правил проезда пешеходных переходов, либо это непредоставление преимущества в движении пешехода, там, где он таким преимуществом пользуется всего. По первой причине, которую я назвал, 17 дорожно-транспортных происшествий, 21 пешеход травмирован, и по непредоставлению преимуществ в движении пешехода, это 15 ДТП, в которых 15 человек получили травмы. Но, так скажем, не следует скидывать со счетов и поведения самих пешеходов, то есть по причине перехода проезжей части в неустановленном месте уже в текущем году зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 7 человек получили травму. То есть проблема участия пешеходов в дорожно-транспортных происшествиях, она вызвана как поведением водителей, так и поведением самих пешеходов. Ну и еще одна традиционно распространенная причина дорожно-транспортных происшествий, которые также обострятся с наступлением летнего периода, это выезд на полосу встречного движения. То есть на сегодняшний день 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 7 травмированы, уже мы зарегистрировали, и с наступлением теплого времени, с увеличением скоростей движения и количества транспорта на автодорогах, соответственно, количество дорожно-транспортных происшествий по данной причине, оно традиционно возрастает. Что касается детей, которые участвуют, становятся, вернее, участниками ДТП, и, увы, к сожалению, тоже гибнут на дорогах, тут как дела обстоят. Действительно, так же, как и все остальные показатели, про которые мы говорим, это число дорожно-транспортных происшествий, количество погибших и раненых, показатели детского дорожно-транспортного травматизма, к сожалению, в этом году, также выросли. С 22 до 29 увеличилось количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий к детей. И, разбираясь в деталях этих дорожно-транспортных происшествий, мы приходим к выводу, что наиболее часто в текущем году дети попадают в дорожно-транспортное происшествие в возрасте от 7 до 9 лет, то есть это возраст начальной школы. Соответственно, уже, исходя из моих слов, можно делать определенные выводы родителям при организации работы и при воспитании своих детей перед наступлением летних каникул, когда вот дети в основной своей массе окажутся предоставленными сами себе, кроме того, так скажем, количества, которое будет посещать оздоровительные лагеря, в любом случае погода, благоприятство от нахождения на улице, традиционный всплеск, и поэтому особые усилия в проведении профилактической и воспитательной работы следует сделать с этой возрастной группой. Кроме того, более половины всех участников дорожно-транспортных происшествий детей это также пешеходы, то есть в качестве пешеходов пострадало более... То есть 29, да? Да, более 55% детей именно в качестве пешеходов. Не, значит, бесполезным следует знать, что наибольшее количество ДТП происходит в дневное время, в период с 11 до 12 часов, но сразу хочу оговориться, что с наступлением летних каникул возможно смещение этого времени, потому что на сегодняшний день оно приходится в основном на окончание учебных занятий, как раз в начальной школе, когда дети возвращаются домой, когда они находятся на уличной дорожной сети и попадают вот в такие неприятные истории. А, соответственно, летом, когда у них больше будет времени для прогулок, то это может быть совершенно другое время. Да, это может быть совершенно другое время, поэтому, конечно, внимание особое на возраст начальной школы я все-таки рекомендовал бы обратить родителям. Ну и некоторые рекомендации, я думаю, чуть позже мы о них поговорим. Когда будем говорить о предстоящем лете, да? Да. Необходимо будет учитывать для того, чтобы предостеречь своих детей от попадания в неприятные ситуации на дорогах. А места, где происходят, Михаил Александрович, наезды автомобилей на юных пешеходов, что это? Это образовательное учреждение, школы или тут нет такой явной привязки? В текущем году какой-то определенной тенденции по местам возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием детей нет, но это традиционно участки с ограниченной видимостью, то есть либо стоящие вдоль проезжей части машины, либо это какие-то зеленые насаждения, либо что-то еще, то есть из-за которых дети выбегают на дорогу, и становятся неожиданностью для водителя, который не успевает принять меры реагирования. При этом следует помнить, что статистика предыдущих лет говорит нам о том, что достаточно большое количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей происходит в границах пешеходных переходов, особенно нерегулируемых пешеходных переходов. Поэтому здесь следует детям напомнить о том, что у нас есть соответствующий пункт правил дорожного движения, который обязывает пешехода, прежде чем выйти на проезжую часть, убедиться в безопасности своих действий. К сожалению, этим пренебрегают не только дети, но и взрослые, которые подают пример, в том числе окружающим их детям, своим собственным детям, того, как не следует вести себя на дороге, потому что не всегда водитель либо успевает среагировать, либо не всегда различить ребенка. Особенно это касается тех ситуаций, когда дети на проезжую часть выходят не спокойным шагом, а выбегают. То есть, если водитель видит подходящего к пешеходному переходу человека, пешехода, он в любом случае начинает противнимать какие-то действия. Когда ребенок неожиданно выбегает на пешеходный переход, бывает не всегда возможным водителю своевременно остановить транспортное средство и избежать трагедии. А сопутствующие факторы тут имеют место быть? Как тот ребенок идет и смотрит на экран мобильного телефона, смартфона? Либо у него наушники, либо у него одежда темная, его издалека так просто не заприметить? Ну, если анализировать ситуацию, которая складывается с одеждой, то она кардинально, так скажем, изменилась за последние 5-10 лет в лучшую сторону, потому что проводятся в том числе с сотрудниками госавтоинспекции широкомасштабные мероприятия, типа «Засветись», распространение световозвращающих элементов, пропаганда этого, и сейчас все больше детей на одежде имеют эти световозвращающие элементы, которые, что, безусловно, способствуют их лучшему развлечению на дороге, особенно в темное время суток. Что касается использования средств, таких как телефоны, иные какие-то гаджеты, то, безусловно, с годами здесь ситуация только обостряется, потому что возраст детей, которые начинают пользоваться мобильными телефонами, если это еще 5 лет назад, это начиналось где-то со среднего звена, то сейчас практически каждый первоклассник уже, даже иногда и дошкольников мы видим с мобильными телефонами, безусловно, они очень ими увлекаются, в том числе, к сожалению, тогда, когда находятся на дороге, что, безусловно, не может являться дополнительным опасным фактором с точки зрения безопасности ребенка. Я знаю, часто в соцсетях появляются фотографии, реплики и пешеходов, и водителей, которые видят такую ситуацию, когда взрослый переходит проезжую часть в неположенном месте вместе с своим ребенком, что называется, прям тащит его за руку, за собой. ДТП с участием таких участников дорожного движения, они есть, когда прям и взрослый, и ребенок? В текущем году пока такие дорожно-транспортные происшествия у нас не фиксировались на территории областного центра, но они бывают у нас каждый год. То есть и в прошлом году было несколько таких дорожно-транспортных происшествий. Достаточно наблюдения, которые мы отмечаем в ежедневном режиме, сейчас в связи с ростом аварийности, в том числе детской. Каждое утро мы выставляем наряды дорожно-патрульной службы у образовательных организаций, учащихся которых наиболее часто попадают в ДТП. И сотрудники ГИБДД отмечают факты, когда родители, идя совместно со своими детьми, они, торопясь к началу учебных занятий, зачастую нарушают правила дорожного движения. Безусловно, мы с ними проводим как разъяснительную работу, так и применяем меры административного воздействия. Но здесь каждый взрослый должен понимать, что каждой школе, каждому взрослому, каждому пешеходному переходу сотрудников мы не приставим. Но самое главное даже не в этом. Самое главное в том, что на сегодняшний день, когда родитель ведет своего ребенка за руку и таким образом неправильно себя ведет, нужно понимать, что пройдет какое-то время, ребенок будет перемещаться один. И образцом в данной ситуации поведения для ребенка станет как раз поведение его родителя, папы, мамы, бабушки, дедушки, которые водили его определенным маршрутом. Если этот маршрут изначально был неверный, то рано или поздно это вполне может спровоцировать и послужить причиной трагедии. Об этом взрослые должны помнить. И не подавать ни в коем случае вот такой отрицательный пример своим собственным детям и окружающим детям, которые эту ситуацию видят. Наверняка вы говорите о случаях, когда ребенка привозят на автомобиле, автомобиль оставляют на одном краю проезжей части, и здесь же, выйдя из машины, сразу начинают перебегать. Ну да, в том числе. На противоположную. В том числе такие ситуации. 7-9 лет, вы сказали, да, возраст несовершеннолетних пешеходов, которые чаще всего попадают в аварии. А если попытаться нарисовать портрет взрослого пешехода-нарушителя, я вот буквально недавно читал, московское, по-моему, ГИБДД, такой портрет представило типичного пешехода-нарушителя в столице. В основном мужчины от 20-30 лет, то есть достаточно уже зрелые люди, или не проводилось такого исследования именно по взрослым? Не пытались анализировать, кто? Дело в том, что мы анализ дорожно-транспортных происшествий проводим по очень многим параметрам, и практически каждое ДТП мы в ежедневном режиме разбираем по самым различным критериям, в том числе по участникам дорожно-транспортных происшествий. Мы понимаем, кто наиболее часто попадает в дорожно-транспортные ситуации, какой, как вы сказали, портрет этих участников дорожного движения. И для нашего города, как в 2021 году, так и в 2022 году, наиболее характерный нарушитель правил дорожного движения это люди пенсионного возраста. Пешеходы именно. В том числе пешеходы. Ну вот достаточно привести такой пример, чтобы не быть голословным. Из трех пешеходов, которые в текущем году погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, это все люди за 60 лет. То есть это люди старшего возраста с определенными привычками, сложившимися еще во времена, когда интенсивность движения была не такая, с определенными взглядами. И все это приводит к тому, что очень часто... Трудно им адаптироваться под конкретную ситуацию. И им трудно адаптироваться. И воздействовать на этих участников дорожного движения крайне сложно. Вот мы сейчас уже с прошлого года ведем такую практику, как воздействие именно на эту категорию участников дорожного движения. Мы определили наиболее крупные ветеранские организации города, в том числе на крупных предприятиях. Мы проводим там очень активную работу. Нам идут навстречу председатели ветеранских организаций. Встречаемся с пенсионерами, разъясняем, беседуем. Сейчас начинается садово-огородный сезон. Каждую неделю мы вот буквально сегодня сотрудники отделения пропаганды работают в садовых товариществах. То есть выезжают, встречаются с пожилыми людьми, которые приехали уже на свои сады и огороды. Разъясняем, оставляем наглядную агитацию на информационных стендах. Значит, в том числе поблизости торговых центров, где торгуют соответствующими товарами для садов и огородов. Проводим такую работу. Но, к сожалению, пока статистика не в пользу пенсионеров. И речь здесь как про пешеходов, так и про водителей. То есть водители, пенсионеры тоже очень часто, к сожалению, стали в последние годы попадать в ДТП. Но в силу тех причин, которые мы сейчас с вами обсудили. Ну да, иногда читаешь конкретные истории. Сколько лет водителю, и он завел после зимы свой автомобиль и поехал в свой огород или сад. Ну, просто удивляешься. И я думаю, что всем водителям эта информация не помешает. Некое предупреждение о том, что выезжая за город, имейте в виду, что за рулем сейчас больше появилось вот таких в возрасте водителей. И осторожно нужно вести себя, и особенно внимательно на въездах и выездах во всевозможные садоводческие товарищества. Потому что, да, в силу возраста людям очень сложно адекватно и быстро реагировать на изменения дорожной обстановки. Да, здесь вот две крайности. У нас параллельно, как правило, наиболее сложная ситуация складывается с пожилыми участниками дорожного движения и с молодыми. То есть молодые тоже делятся на две категории. Это дети и это молодые водители. То есть стаж управления транспортными средствами, у которых небольшой. Вот в прошлом году также мы ситуацию в лучшую сторону переломили, в том числе и в отношении молодых водителей. В этом году снова мы отмечаем некоторый рост этого показателя. И в этом отношении мы стараемся уже наиболее часто появляться в среднеспециальных, высших учебных заведениях. В автошколах мы бываем практически раз в два-три дня и проводим соответствующую профилактическую работу, потому что в этой ситуации молодые люди получили законное право управлять транспортным средством, желание продемонстрировать возможности этого транспортного средства при недостаточном опыте. Потому что как бы хорошо я не знал правила дорожного движения, я должен, во-первых, их правильно применять, во-вторых, я должен правильно оценивать ту ситуацию, которая складывается вокруг меня. Вот при недостатке опыта, к сожалению, мы и имеем вот такую статистику, в том числе с молодыми водителями. Ну да, действительно, водительский опыт, то, что нарабатывается в течение довольно долгого времени, там по оценкам различных экспертов, там не менее шести лет должен человек за рулем провести, но это даже по самым скромным оценкам, да. Ведь зачастую на дороге, когда ты сидишь за рулем, тебе приходится думать и за тех, кто впереди тебя находится, и сзади, и действительно, и прогнозировать, и предугадывать, предполагать, как поведет водитель, который находится в соседней машине. Сейчас мы сделаем небольшую рекламную паузу, после чего продолжим. Мы продолжаем нашу беседу с начальником отдела ГИБДД по городу Кировом, Михаилом Рябовым. Сейчас поговорим о предстоящем теплом сезоне. Лето начнется очень скоро. Я думаю, что все водители прекрасно понимают, что в первую очередь лето связано с большими скоростями. Я, как водитель, очень часто летом вижу, когда ты движешься по трассе, и тебя на огромной скорости обгоняет какой-то автомобиль. Что только хочется покрутить пальцем у виска, уж тогда, если по-человечески говорить. Какая работа, Михаил Александрович, сейчас проводится и будет проводиться? Каким мерам, может быть, новациям будете прибегать, чтобы удержать ситуацию под контролем, чтобы дальнейшего роста числа печальных ситуаций на дорогах не происходило? Действительно, с наступлением теплого времени года, когда у нас освобождается дорожное покрытие от снега, наледи, когда на улице становится тепло, солнышко светит, для нас наступает очень сложный период, для нас, сотрудников госавтоинспекции, очень сложный период с точки зрения контроля и поддержания надлежащего уровня безопасности на уличной дорожной сети в силу целого ряда обстоятельств. Вот сейчас мне хотелось бы эти обстоятельства озвучить, чтобы участники дорожного движения понимали, с чем мы сталкиваемся каждый год с наступлением весенне-летнего периода, чтобы постараться не стать жертвой вот этих обстоятельств и не попадать в дорожно-транспортное происшествие. Первая особенность – это увеличение количества транспорта на уличной дорожной сети. Сюда мы относим категорию так называемых подснежников, то есть это транспортное средство, которое в зимний период не эксплуатируется, находится в гараже. В основном, чаще всего, этот транспорт принадлежит как раз пожилым участникам дорожного движения, пожилым водителям, и в силу вот того, о чем мы уже поговорили с вами, что часто они становятся причиной дорожно-транспортных происшествий, это, безусловно, не может не обострять ситуацию. Это первая категория. Вторая категория – это двухколесный транспорт. Самый разнообразный, начиная со скутеров, мопедов и велосипедов, но о них мы немножко отдельно поговорим, потому что это целый блок. То, что касается транспортных средств, которые у нас имеют двигатель, значит, это скутеры, мопеды, это мотоциклы, значит, безусловно, с наступлением теплого времени это все выезжает на улицы, все передвигается и представляет собой определенную опасность. Вот это первая особенность – увеличение количества транспортных средств. Вторая особенность – это, безусловно, увеличение скоростей движения. То, о чем вы уже сказали, действительно, это невозможно не заметить, что летом, в теплое время года, скорости движения как в городской черте, так и за пределами населенных пунктов увеличиваются. При этом любой участник дорожного движения и, в первую очередь, водители прекрасно понимают, что чем выше скорость движения транспортного средства, тем выше опасность попадания его в дорожно-транспортное происшествие. И это нельзя не учитывать. И тем тяжелее последствия могут быть, собственно, этих происшествий. Да, совершенно верно. Тяжесть последствий здесь от этого возрастает пропорционально. Следующая проблема – это появление на улицах и дорогах так называемых средств индивидуальной мобильности. Это появившиеся в последнее время и получившие широкое распространение скутеры, имеется в виду гироскутеры различные, моноколеса, электросамокаты, обычные самокаты. Ну и сюда же отнесем велосипеды. То есть вот это все развивается с каждым годом, количество увеличивается. Сейчас буквально в прошедший сезон летний прошлого года появилась у нас возможность аренды электросамокатов. Сейчас это все больше развивается, пользуется популярностью. И уже с наступлением теплого времени в текущем году мы уже зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием детей, которые передвигались на электросамокате. То есть уже такой звоночек поступил, и поэтому нужно к этому быть готовыми. Переходя к третьему, к третьей особенности летнего периода, он очень во многом связан со второй особенностью. Это большое количество, так скажем, если можно так сказать, предоставленных самих себе детей. То есть с окончанием учебного года у детей появляется много свободного времени. Это не такой большой процент тех, кто уезжает в загородные лагеря. Даже если это пришкольный лагерь, то в любом случае там какое-то время находится ребенок. И потом он возвращается домой, гуляет во дворе, гуляет в парке, гуляет вдоль проезжей части. И, безусловно, кратное увеличение детей на улицах и дорогах не может не обострять ситуацию. И мы это относим к особенностям летнего периода на дороге. Еще один момент, на который мне хотелось бы обратить внимание, это рост числа случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Теплая погода, солнышко, выходные дни, сезон отпусков способствует тому, что люди часто выезжают на берег реки, берег озера, любого там водоема, на сад, огород, на дачу, где зачастую не обходится без употребления различных спиртных напитков. И потом некоторые позволяют себе сесть за руль и выехать на дорогу, создают тем самым напряженную ситуацию, в том числе являются участниками дорожно-транспортных происшествий. Летом эта проблема обостряется в сравнении с предыдущими сезонами. Ну и, наверное, еще одну особенность я назову. Это, как ни странно, солнце. Потому что, особенно весной, когда солнце начинает становиться все выше и выше, после продолжительного осенне-зимнего периода, когда солнышко мы видим не так часто, слепящее солнце иногда не позволяет своевременно на дороге разглядеть какой-то объект, который представляет непосредственную угрозу дорожному движению. И мы фиксируем такие дорожно-транспортные происшествия, когда ослепленный на какие-то доли секунды водитель не разглядел пешехода, не увидел велосипедиста, не заметил препятствий, не заметил стоящий у обочины грузовик, и произошло дорожно-транспортное происшествие. Ну, а еще одна особенность буквально текущего времени, когда сейчас такой переходный период между зимой и летом, весенний период, это особенности дорожных условий. То есть, как бы не старались у нас дорожные службы и не приводили в соответствии с нормативами состояния уличной дорожной сети, после зимы вскрываются определенные проблемы, появляются ямы, выбоины, значит, какие-то другие недостатки с содержанием уличной дорожной сети, а при возможности эксплуатировать сейчас тот же мотоцикл автомобиль на высоких скоростях, не учитывают вот эту особенность, попадают в ямы. Для мотоциклиста это просто смертельно опасно, когда на ровной дороге неожиданно появляется яма, и туда попадает мотоциклист. Ну, либо водитель в мобиле начинает объезжать. Совершенно верно. Это тоже особенность, которую необходимо просто учитывать. Поэтому в предстоящий весенний-летний сезон, но весенний уже наступил, в предстоящий летний сезон, мне хотелось бы, чтобы наши слушатели, участники дорожного движения учитывали вот эти все факторы, и в каждом из них все-таки находили для себя правильную, безопасную манеру поведения на дороге. А другие погодные какие-то условия в теплое время года, погодные факторы, они имеют, оказывают свое влияние? У нас ведь не секрет, и шторм бывает, порывы, ветра очень сильные летом, дождь очень сильный, ливень. Или это не так заметно на фоне других факторов, которые вы привели? Значит, на фоне остальных факторов, о которых мы уже поговорили, мне хотелось бы здесь из погодных явлений выделить все-таки периоды жары. Жары. Значит, когда очень жарко, внимание человека, его состояние становится расслабленным, человек более становится вялым, менее внимательным, больше отвлекается на какие-то раздражающие факторы. И поэтому мы фиксируем некий всплеск дорожно-транспортных происшествий именно в периоды обострения жары. Поэтому здесь мы рекомендуем все-таки, значит, если слишком жаркая погода и транспортное средство не оборудовано системой кондиционирования, которая приводит в надлежащее состояние климат внутри транспортного средства, все-таки при наличии вот такого вялого, уставшего состояния отказаться от передвижения, значит, и тем самым уберечь себя и участников дорожного движения от влияния вот такого погодного фактора. Ну, самое первое, что рекомендуется в жаркую погоду, это иметь... Достаточный запас воды в автомобиле. Да, совершенно верно. Да, обычной питьевой воды. Ну и уже ближе к завершению нашего разговора, потому что время истекает, мне хочется вернуться, да, вы привели в пример этот фактор, когда летом появляется соблазн у некоторых водителей как-то улучшить свое настроение за счет напитков определенных. Все-таки надо не забывать о том, что очень часто чувство того, что ты останешься безнаказанным, оно абсолютно ложное. Потому что, на мой взгляд, гражданская активность, гражданская сознательность жителей города растет. И я знаю, регулярно ГИБДД публикует и благодарит тех людей, которые проявляют сознательность и сообщают о нетрезвых водителей. Довольно просто это сделать. Дежурная часть ГИБДД, пять восьмерок, номер телефона, да, и, в общем-то, действительно жизнь говорит о том, что зачастую пьяных водителей наказывают по сообщениям неравнодушных граждан. Да, такая работа с каждым годом у нас ведется все активнее. Действительно, очень много людей, которые не приемлют такое поведение, которые осознают все последствия такого преступного. Если есть дети еще поблизости, да, в этих местах, они беспокоятся за своих детей. И информация нам поступает по различным каналам. Мы значительное количество таких водителей фиксируем именно с участием общественности. Поэтому нужно помнить, что если поблизости нет сотрудника госавтоинспекции и надеяться на то, что я спокойно где-то второстепенными улицами проеду, ну, не всегда это получается. Последствия в виде штрафных санкций, и в том числе сейчас мы знаем, что за повторное управление транспортным средством у нас и уголовная ответственность есть, и достаточное количество людей привлекается к уголовной ответственности. И я думаю, что законодатели и дальше будут ужесточать эти меры. Но здесь хотелось бы, чтобы люди все-таки помнили о том, что штраф в данной ситуации, безусловно, он ударит там и по кошельку, по семейному бюджету. Но нужно помнить все-таки о моральной составляющей, что если в таком состоянии, ну, человек чаще всего не в полной мере оценивает обстановку, но после того, как он протрезвеет и поймет, что он стал причиной дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали, а возможно погибли люди, и в том числе иногда это бывают и дети, жить с этим дальше, ну, крайне сложно. Вот это психологическая составляющая, поэтому нужно понимать, что собираясь куда-то в гости, собираясь где-то отдыхать, лучше полностью исключить возможность управления транспортом, потому что у нас, к сожалению, есть случаи, когда человек идет отдыхать в увеселительное заведение и едет туда на такси, но при этом в кармане у него находится ключ от его автомобиля. И разбираясь потом в причинах ДТП, объясняет человек, что я даже не помню, каким образом так случилось, что я оказался рядом с машиной, сел, завел ее, у меня в мыслях не было этого. То есть отправляясь куда-то отдыхать, нужно исключить любую возможность доступа к транспортному средству, потому что чем закончится увеселительное мероприятие, непонятно, в каком состоянии вы будете, непонятно. И чтобы не сожалеть потом о том, что произошло, вот эту возможность нужно не допускать еще в трезвом состоянии. В общем, всем участникам дорожного движения, водителям, пешеходам, велосипедистам и так далее, и сотрудникам ГИБДД пожелаем максимально безопасного лета, чтобы затем остались только положительные воспоминания. Да. На этом все, спасибо большое. Михаил Рябов, начальник отдела ГИБДД по городу Кирову, всего доброго. Спасибо, до свидания. Трасса 101. Редактор субтитров А.Семкин